Сегодня я хочу рассказать, как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию. За 10 лет компания Spotify спасла звукозаписывающие корпорации от пиратов, модернизировала музыкальную индустрию и вынудила Apple поменять бизнес-модель. Spotify сумела популяризировать стриминг и создать новую технологию, способную предвидеть, какая музыка понравится именно вам. Алгоритмы и соответствующие сотрудники-кураторы точно знают, что нравится слушать миллионам пользователей. Люди совместно с алгоритмами быстро и легко создают для каждого персонализированное музыкальное впечатление. Стриминги изменили наше отношение с музыкой. Всего за несколько лет мир научился по-новому искать ее, слушать, взаимодействовать с ней и делиться ею с другими. Чтобы разобраться в природе этих перемен, авторы книги объездили полмира и взяли интервью более чем у 70 человек и топ-менеджеров музыкальных сервисов и глав звукозаписывающих корпораций. Результатом стала книга, подробный рассказ о бизнес-перипетии судьбы одного из крупнейших игроков на рынке шведской корпорации Spotify. Spotify, крупнейшая IT-компания Европы, появилась на свет только в 2006 году. А в 2019 году она уже была стриминговым сервисом номер один в мире. Более 200-700 миллионов пользователей в 79 странах. Spotify – шведская компания мирового уровня. А ведь в первые 12 лет своего существования она не принесла ни одной кроны прибыли. Каким же был этот захватывающий путь? Книга против гигантов – это неофициальный рассказ о скромном стартапе, которым удалось увлечь за собой звукозаписывающие компании, заставить содрогнуться Apple и эффективно появиться на All Street. Путь Spotify с окраины Стокгольма на All Street обойдется недешево. Владельцам придется выложить около 20 миллиардов крон. Часть капитала представит одна из крупнейших компаний Китая, близкий к Кремлю российский олигарх и несколько шведских внутренних фондов. Когда спросили у Дэниела Эка, сооснователя компании, в чем главная причина успеха его компании, сумевшая стать лидером отрасли, он ответил, первое, мы первыми сделали ставку на фремию, когда это считалось сомнительно. Второе, начав со шведции и доказали жизнеспособность нашей модели. Мы постепенно расширялись в Европе, естественным образом, страна за страной. Именно это и подтолкнуло музыкальную индустрию к мысли, что будущее именно за нашей моделью. Spotify относится к пиратам не как к врагам, а как к конкурентам. Дэниел Эка хочет создать более совершенный и простой в использовании продукт. Он должен давать доступ ко всей музыке на свете, быть бесплатным для пользователей и предлагать звукозаписывающим компаниям и издателям доход от рекламы. Его цель – придумать то, что окажется лучше пиратам. К концу 2010 года для Стива Джобса не было ничего важнее конкуренции между iPhone и Android. Он считал мощный музыкальный потенциал Apple оружием в священной войне против мобильных систем Google. Загрузки, скачиваемые файлы, которыми продаются поштучно – это его метод прибрать к рукам музыку, не пускать ее в мир Android. А Дэниел Эк решил действовать наоборот и выигрывать. Spotify предлагает музыкальный стриминг на всех платформах. Быстро и даже бесплатно для тех, кто готов терпеть рекламу. Стив Джобс понимает, что это сильно. Что если шведы получат лицензию США, а потом их возьмет, да и купит Google. Как будут развиваться стриминговые платформы? Долго ли YouTube музык с огромным количеством музыкальных видео, с удобным поиском, будет превосходить Spotify? А если Apple объединит музыкальную часть со стриминговым сервисом для телевизионного контента и фильмов? Сможет ли Spotify тягаться с Amazon, если американская компания снизит стоимость музыкального стриминга? У конкурентов есть средства для поддержки стриминговых сервисов. Они могут себе это позволить. Фондовый рынок требует, чтобы Дэниел действовал как дисраптор, сдвигая звукозаписывающие компании вниз по пищевой цепочке. Он должен устанавливать более тесные контакты с авторами, создателями собственного контента и управлять спросом на музыку и подкасты, исходя из интересов Spotify. Spotify приходится конкурировать и с Apple Music в Apple Store, где Spotify вынужден оплачивать входной билет, знаете, пресловутый 30%, и повлиять на это Дэниел Эко не в силах. Удачной стратегией может оказаться слияние с какой-нибудь крупной IT-компанией. Например, китайский Tencent может стать для Spotify важным активом. Но спустя 14 лет после запуска Spotify по-прежнему представляет собой убыточное музыкальное приложение с Apple на хвосте в качестве главного конкурента. Прибыль компании невелика, а потребность новых инвестиций постоянна. Но Spotify еще только в начале пути. А почему стоит прочитать эту книгу? Стартап, который завоевал мир. Такие истории всегда привлекают внимание. Рост популярности стриминговых сервисов, огромное число приложений, работающих по модели Freemium, да и сам выход Spotify в Россию – это срез трендов, рассказ об изменениях в мире и новой культуре. В книге описан уникальный опыт создания и развития музыкального сервиса, который за несколько лет завоевал мировую музыкальную индустрию. Авторы рассказывают неизвестные факты о том, как задумывался новый сервис, об интригах, соперничествах и борьбе конкурентов. Книга читается очень легко. Все по делу. Минимальное количество патетики, отсутствие воды и повторение одного и того же, как любят в американских книгах. Из книги можно узнать про взаимодействие в музыкальном бизнесе, про тесную связь Apple с Universal Studio, сложный запуск сервисов в США, в первую очередь из-за Стива Джобса. Как развивались разные сервисы, например, есть про SoundCloud и Tidal. Если вам интересен музыкальный бизнес, то книга зайдет. Если вам интересен IT бизнес, то книга тоже зайдет. В книге есть информация о причинах переноса, например, запуска сервиса в России в 2014 году. Интересная деталь. Главы носят названия известных песен и подобранные по смыслу. Ссылку на этот плейлист вы найдете под видео. Также под видео вы найдете ссылку на эту электронную книгу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok